Всем привет! Это новости Турции. Кто впервые наткнулся на такое видео в YouTube, я немножко поясню. Я снимаю новости Турции, перевожу на русский язык, что здесь в стране у нас происходит. Это новости из телевизора, твиттера, социальных сетей, инстаграма в том числе. Просто адаптирую это все на русский язык и рассказываю. И главный акцент я всегда делаю на социальные, политические моменты в стране, что на самом деле волнуют самих турок, что они думают по тому или иному поводу. В общем, какие настроения здесь в обществе и как живут настоящие обычные живые люди. Так что давайте приступим. Самая свежая и огромная новость, которая произошла буквально прошлой ночью, это взрыв бытового газа, как уже установили в азиатской стороне Стамбула, в Кадыкёй. Пострадали три человека на последний момент, когда я видела новости. Может быть, количество жертв возросло. И на тот момент еще не было понятно, это люди в больнице находятся, либо они погибли, либо получили ожоги. Но, тем не менее, по результатам взрыва этого газа пострадали жилые квартиры. Горело два дома, то и на третий даже там что-то перешло, пожар какой-то. В общем, были, пострадало очень много квартир. Но можно, если так выразиться, слава богу, дома не супер высокие, огромные. Это такие старые дома, каменные, там, 2-3-4 этажа, не там, 15-20 этажей новостройки какие-то. Ну, собственно, и не мудрено, почему был взрыв бытового газа, потому что Стамбул, в частности, и многие другие города в стране, они газифицированные. Сразу же все, в принципе, подумали о том, что это никакой не теракт, никакая, не знаю, атака или еще что-то провокация. Все так и подумали, по сути, что это, скорее всего, бытовой газ, взрыв его. Я не скажу, что это очень частая история в Турции, чтобы взрывался домашний бытовой газ, но не удивительная совсем, потому что все знают, что страна газифицирована. Очень жаль, что у нас уже грядут холода, назовем так, уже октябрь месяц, и какие-то люди остались на данный момент без жилья, повреждены дома, и там очень плотная застройка в этом месте. Она, в принципе, везде плотная, очень ближе к центру, да. И там дома стоят буквально друг дружки, окно в окно, и поэтому неудивительно, что пожар перекинулся на большое количество помещений вокруг, и есть пострадавшие. Также была названа дата президентских выборов официальная, которые пройдут 18 июня 2023 года. До этого просто говорили, что это будет лето, возможно, июль месяц, а может быть август, а может быть июнь. В общем, это было все очень расплывчато, уже официально заявили, что это будет 18 июня. Так что сейчас будет разворачиваться максимальная агитационная предвыборная кампания. Напомню, что оппозиция правящей партии на данный момент, демократы, либералы и прочее, они объединились, 6 партий в одну крупную. Если мы берем новости и вот этот фонд социальный, хватаются за все подряд, чтобы друг друга где-то показать себя в своих более выгодной позиции, принизить где-то достоинство достижения своих оппонентов. Берутся просто за все. Буквально недавно, неделю назад, была поднята тема в обществе оппозиционное. Предположили, что, в общем, если вы нас выберете, если я вкратце так простым языком рассказывать, то мы введем закон в Конституцию, впишем о том, что нельзя запрещать, например, визуально какую-то одежду женщинам. То есть можно будет и в платках, и в парадже, в хиджабе, и всем, что угодно ходить. И также можно ходить в мини, декольте. То есть, условно, будет закон такой, разрешающий женщинам выглядеть, как они максимально хотят. То есть максимально открыто, если они это хотят, максимально закрыто, если они это хотят. Почему вообще такая риторика пошла и такое, назовем так, или типа козырь пытались сделать демократы из рукава своего, типа равенство максимальное сделаем? Ну, потому что вот эта тема, а то и было, в принципе, правда, еще 20 лет назад были притеснения светским обществом, религиозных женщин, и срывали платки, назовем так, платочная революция и так далее, но не буду вдаваться в историю. То есть притеснения были. И потом, когда правящая партия стала с религиозной, смешалась и стала править страной, больше, скажем так, в обществе укоренились, подтвердились права закрытых женщин, религиозных женщин, ношение платков стало более повсеместным. Это стало гораздо больше. В принципе, был такой курс политический, слияние политики и религии на исламизацию общества. Вот, в общем, приходят, из этого сделали уроки, и, собственно, чтобы сделать какое-то такое яркое заявление, спорное, чтобы об этом говорили. На самом деле, да, чтобы просто об этом говорили, это было на слуху, чтобы поднимать свои рейтинги и так далее. Подняли вот эту тему женского равенства в одежде. Честно скажу, когда вот здесь живя в Стамбуре уже очень много лет, я бы не сказала, что вообще здесь какое-то неравенство. Каждый одевается так, как хочет. Очень много закрытых женщин, при этом они себя ведут где-то очень открыто, в плане вербальном, там, не знаю, курят, красятся, используют макияж и так далее. Каждый там по-своему все это трактует. Также есть молодые девчонки, которые очень открыто одеваются, очень декольте, мини-юбки, там, мини-микро, летом шорты какие-то и все прочее. Это молодое поколение, там, лета 25 в основном. Всякие разные, в общем, есть. И вообще, как таковой, проблемы я вот здесь в обществе, в социуме, вот этой одежды закрытости, открытости и все прочее, притеснения на данный момент не существует. Это очень выдумано, это очень раздуто. Да, есть определенные районы в стране, регионы, да, где более открытые, более религиозно закрытые люди живут. Но, блин, каждый тоже выбирает, где ему комфортно жить и того, чтобы прям какие-то притеснения и конфликты на этой почве. Ну, честно, окей, может быть, я в своем социальном каком-то вакууме, пузыре существую, но что-то я такого вообще не замечаю. Особенно в Стамбуле, в крупном городе, всем наплевать, кто как выглядит, то, что делает по большей степени. Каждый занят сугубо своей жизнью, своими проблемами. Из новоприбывших, кому это важно, кто планирует переезжать сейчас в Турцию, в Стамбул, в частности, брать вид на жительство туристический, как-то здесь легализоваться и оформляться под документом. Выпустили новый список районов, не только в Стамбуле, а вообще по всей Турции. Этот список можно найти на многих сайтах в интернете. Просто загуглите закрытые районы для ВНЖ в Турции, и вам выйдет прям табличка экселевская. Там в районе где-то, ой, больше 20 точно, около где-то, может быть, 40 махале, то есть жилмассивов, назовем так, и районов, в которых не дают сейчас туристический вид на жительство, не оформляют людей. О чем это говорит, то еще не понял, да. И, например, ранее не смотрел мои новости, и только занялся вопросом вот этих документов, или планирует только переезжать. Это говорит о том, что если вы в этом районе, который в списке закрытых, снимаете аренду жилья какую-то, и подаете с этой пропиской на вид на жительство, на документы, вам в виде на жительство отказывают. Вот по этой прописке она не подходит, потому что квота на количество иностранцев в этих районах, она превышена. В общем, в Анталии там тоже есть новые районы Махмутлары и все прочее. Короче, ну я сейчас зачитаю вам новый список, обновленный по Стамбулу. Раньше, если вы помните, это был Эсен-Юрт, Фатих. Еще 3-4 недели назад я слышала, что это Авджеллар уже не дают. Он, кстати, вошел в Шишле, в том числе. Это 4 таких района были, но сейчас этот список обновлен. Так что записывайте и слушайте, кому нужно. В Стамбуле закрытые районы для ВНЖ это Кючук-Чек-Медже, Башак-Шехир, Бак-Джиллар, Авджеллар, Бак-Челевлер, Султан-Гази, Сан-Лер, Зайтин-Бурну. В этих районах новоприбывшим иностранцам не будут регистрировать вид на жительство по прописке в этих районах. Так что снимая квартиру или смотря жилье, учтите это, что скорее всего для ВНЖ вам это не подходит. Если вы берете в расчет, что типа, ну, риэлторы турецкие мне об этом скажут, ничего вам не скажут, это не в их интересах их задача сдать квартиру или продать. Не в их интересах вообще заботиться о вашем ВНЖ и там интересоваться, для чего вам нужна эта аренда и покупка и так далее. Но хочу отметить, что при покупке от 2 миллионов лир квартиры, вроде бы вот на 2 миллионов или полутора, вот точно я сейчас не скажу, от полутора-двух миллионов лир, приобретая недвижимость, даже если это закрытый район для получения ВНЖ, но вы покупаете свою собственность и это прописка, по ней туристический вид на жительство дают. То есть, если вы в аренду берете, это закрытые районы, но если вы приобретаете от полутора или, возможно, двух миллионов лир жилье, то, пожалуйста, 2 миллиона лир это сейчас в среднем, плюс-минус это 100 тысяч долларов должна стоить квартира. По поводу денег, оплат каких-то и так далее, все иностранные карты в Турции работают, в Турции не работает система МИР, повторюсь, да, то есть мне когда писали, девочки, кто из других каких-то стран приезжает, или девчонки из Украины, ваши карты работают, все в порядке. Не работают банковские карты системы МИР или из России, которые под санциями различными. Можно открывать банковские счета без вида на жительство, меня тоже спрашивали об этом. Например, Денис Банк открывает счет для иностранца. Если вы даже еще не успели оформить вид на жительство, вы приходите в банк со своим паспортом. До этого вы должны получить ИНН, номер налогоплательщика в Турции, тоже загубите, как и где это сделать. Получаете ИНН, у вас должна быть симка турецкая, номер телефона турецкий в телефоне, для того, чтобы вам приходил банк онлайн, оповещения всякие такие, что, короче, просто вас зарегистрировали. И ваш иностранный просто паспорт без вида на жительство. В Денис Банке открывают счет, можно открыть даже счет рублевый. Сейчас расскажу, зачем это вам, почему может пригодиться. И карточку печатают вам, пластик выдают тут же при вас, в этот же день, короче, в эти же минуты при вас это все оформляется, делает. Но для открытия этого счета в Денис Банке, вот, например, в Стамбуле, они просят депозит положить на счет 10 тысяч лир, которые в течение месяца вы не можете тратить и трогать, как гарантия того, чтобы вы никуда не убежали, не исчезли и так далее. И 400 лир, возможно, но не совсем точно, просто есть люди, у которых спрашивают, у кого-то нет, это страховка вашего счета. Ну, могут об этом спросить. В общем, не удивляйтесь, если попросить, тут не обман никакой, да, такие случаи я тоже слышала. Еще сверху 400 лир за страховку вашего счета. Через месяц этими деньгами, пожалуйста, с карточки пользуйтесь, но если вы кладете, оформили карточку и сверху 10 тысяч лир, кладете еще какие-то свои дебетовые накопления и деньги, пожалуйста, хоть сейчас пользуйтесь, она тут же активная, банк онлайн пополняйте, короче, пользуйтесь. Почему можно открыть, я акцентирую внимание, на рублевый счет. Из банков, которые еще система FIFT не отключена, например, ну, в России есть такие банки еще, вы можете переводить суммы в рублях на банковские счета, рублевые в Турции, Денисбанка. Например, вы снимаете квартиру за год вперед, платите, это крупная сумма, попробуйте вывести вы эту сумму сейчас через корону, коронные приемники, везде они все забиты, деньги просто выгребают, особенно в долларах. Сейчас немножко про это тоже расскажу, советик вам дам. Поэтому вы можете сделать перевод на свой счет или покупаете недвижимость в рублях. Здесь вы снимаете в банке в лирах либо в долларах, конвертируете уже по курсу, который внутри в банке будет. Ну, хоть как-то вы можете свои деньги забрать, перевести. Это кто здесь? Крупные покупки, жилье, машину или еще что-то планируют делать. По поводу приемников короны, в Анталии вообще проблема, там очень много наших всех приемников, выдачи денег, Payporter, ПТТ и так далее, где корона пей идет, там нет денег. Вы все умненькие, делаете переводы в долларах, никто в доллары выдавать тоже не хочет. Поэтому я советую делать вывод себе в лирах. В лирах больше вероятность того, что вам выдадут деньги на кассе. Для того, чтобы, если это маленькие Payporter, например, отделения, для того, чтобы выплачивать в долларах, они заготавливают долларовую наличку в банке. Это инкассация, это лишние оплаты. Когда наличка, например, турецкая в лирах, официальная платежная, валют в стране, это лиры, в лирах, пожалуйста, проще выдать, потому что в кассе это чаще всего есть, а доллары надо заранее в банке заказывать. Никто этим заниматься не хочет, особенно маленькие какие-то пункты выдачи. Поэтому переводите себе в турецких лирах, если вам надо, потом идите, обменивайте в обменнике где-то. Это карточки UnionPay в банкоматах выдаются, где наклейка UnionPay. Это очень-очень много банков, так что если вы из России, у вас есть UnionPay карточка, в Турции с вами гораздо проще, проблем как бы с этим нет. И отдельно я сниму видео, к сожалению, об этом надо, мне кажется, говорить, об этом не надо молчать. Существуют уже проблемы вновь прибивших, и людей, которые здесь уже давно живут, я имею в виду не именно турок, а иммигрантов, если можно так назвать. Ну вообще, в принципе, здесь я в том числе, себя могу к этому числу отнести. В общем, людей, которые здесь уже давно живут, ассимилировались, как-то приняли культуру и вновь прибывшими, которые критикуют все, что в Турции им не так, все не этак, и уже какие-то существуют конфликтные ситуации, эта история начинается. В общем, здесь вот это отношение и ситуация довольно-таки набирает обороты, напряженка создается в обществе. Я об этом попозже выпущу отдельное видео. Вот такие новости Турции на данный момент. Спасибо за внимание, что посмотрели. Ставьте, пожалуйста, лайки моим видео, пишите комментарии, задавайте вопросы. Если у вас есть какие-то отдельные темы видео, что-то нужно прямо осветить, рассказать и так далее, я с удовольствием это сделаю, если наберется какое-то количество вопросов, эта тема будет популярная. В инфобоксе под видео я оставляю свою почту, куда вы можете мне писать, записываться на психологические консультации по скайпу, я вам отвечу, расскажу о стоимости, как мы с вами можем встретиться. Спасибо всем за внимание, скоро увидимся, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok